Итак, мы с вами закончили курс по HTML. В этом заключительном уроке хотел сказать пару слов о том, что да, мы не изучили все теги, которые есть в этом языке, но, как вы увидите дальше, это на самом деле не нужно. Все, что мы не доизучили и может нам понадобиться на практике, мы доизучим в курсе по CSS и в курсе по созданию сайта. То есть даже если какие-то теги мы здесь упустили, то там они все равно всплывут, потому что при создании сайта мы будем задействовать все основные теги в основном. И таких сайтов мы будем создавать два или три точно. Поэтому все, что мы даже не доизучили, мы там доизучим. А что касается устаревших тегов, на которые мы не обратили внимания, то сейчас вы спокойно можете любой тег уже доизучить сами. Вы понимаете, что такое тег, как он работает, для чего они предназначены. И поэтому даже если вы будете разбирать какой-то сайт, где встретятся вам старые теги наподобие тега фонд, то вы всегда сможете посмотреть значение этого тега либо у нас на сайте в шпаргалке HTML, либо в любой другой шпаргалке, благо в интернете их достаточно много. Я думаю, вы сразу поймете, для чего тот или иной тег нужен и как он используется. Поэтому здесь я считаю, что мы свою задачу выполнили. Мы хорошо изучили все базовые теги на примерах. И вот этот фундамент будет нам отличным помощником в изучении CSS, а затем и в создании сайта. На этом здесь все. Увидимся в курсе по CSS. Там будет все намного интереснее, намного красивее. И там уже работа пойдет у нас повеселее. Здесь все. Увидимся уже в следующем курсе. Продолжение следует...